Вячеслав, как скоро ВОВ начнет ядерную спецоперацию? Ну, суть всего, он уже начал. То есть, те учения, которые ядерные он проводит, для чего эти ядерные учения? Вы же понимаете, чтобы занять позиции, чтобы развернуть свой ядерный потенциал. Все войска для того, чтобы они были эффективны, надо разворачивать. Вот это единственный вариант. Доактивность войск происходит ядерный разворот. Ну, ядерное развертывание – это одна из заключительных стадий перед ядерной войной. Именно заключительная стадия перед ядерной войной. Развертывание. Без развертывание ничего не сделано. Если вы не поднимете воздух бомбардировщик с ядерной ракетой, то он не достигнет цели, то есть, той точки, в которой он сможет запускать, запустить ядерную ракету. Если вы его не выкатите вот на эту точку, да, там какой-нибудь тополь или какой-нибудь Ярс, да, на машине, не установите его, он не сможет попасть в ту точку, на которую он гипотетически нацелен. Ну, и прочее, прочее, прочее. То есть, точно так же подводная лодка, если не выйдет в залитный район, она не сможет выстрелить. Ну, сможет, но не туда. Поэтому ядерное развертывание – это заключительная стадия перед ядерной войной. Этим сейчас занимается Путин. Ядерным развертыванием. Называется это учение. Никаких учений нет. Мы знаем, что Ту-160 «Сенгельца» летают загруженные ядерными ракетами. Все это мы прекрасно знаем. На чью сторону развернули? Ну, как на чью? У них уже установлены, как бы, данные там заложены. Они их менять не будут. По крайней мере, сейчас они их не меняют. То есть, эти ракеты нацелены на Европу и нацелены на Соединенные Штаты. Понятно, что они их не перенацеливают на Китай. Вячеслав, как подготовиться к ядерному удару обычному человеку? Вы задаете мне вопрос, на который даже в советский период не было ответа. Вы можете взять... Наверняка интернет помнит, как защищаться во время ядерной атаки. Это разработки советских специалистов. Там они достаточно интересны. Включая те препараты, которые употребляют. Препараты йодов. Каким образом укрываться. В какую одежду одеваться и прочее. Как защищать органы дыхания, органы зрения и прочее. Прочее, прочее, прочее. Ну, не знаю. Мне кажется, это пустое. Можно как-то попросить кого-то сделать какую-то зарисовку. На ютубе там или где-то. Может быть, кто-то из наших соратников сделает. Ну, я не знаю, насколько это эффективно. Но лучше знать, чем не знать. Вячеслав, как понять, что началась ядерная война? Ну, уж не знаю. Я не переживал ядерную войну. Поэтому, в общем-то, наверное, понять мы сможем. Либо, если оказываемся в зоне боевых действий по взрывам страшным. А если окажемся где-то в тайге, то, наверное, по тому, что заглохнет весь эфир. То есть, раз вы радиоприемник крутите, если он у вас есть в тайге. А там тишина. Собственно, на этом и основана работа системы, которую надо называть «мертвая рука». А в России и в Советском Союзе она называлась «периметр». Как только прекращается максимальная работа радиостанций. То есть, никаких электромагнитных волн человеческих, искусственных нет. То это рассматривается как нанесение ядерного удара. И уничтожение, в общем-то, страны ядерным оружием. То есть, только радиоактивный фон осмиряется. Если радиоактивный фон высокий, плюс молчат все радиостанции, то, значит, надо пулять в ответ. Хотя тогда, когда это принимали, очень спорили. Говорили, а вдруг какой-нибудь метеорит упадет. Радиоактивный фон огромный. Да, и радиостанции не работают. А тут еще. Или там до солнца будет вспышка мощная и погасит все электромагнитным импульсом. И ракеты полетят сами. Периметр тоже утка. Да никак это не утка. В советский период эта система была создана. Она вполне работоспособна. Очень работоспособна. Я общался с людьми, которые занимались этой системой, работали с этой системой. Поэтому для меня это абсолютно не утка никакая. И они мне подробно про нее рассказали. Абсолютно подробнейшим образом. Вячеслав, по вашему мнению, через сколько времени Вова бахнет? Я думаю, что Вова бахнет только в том случае, когда будет полностью в угол, загнут. Он сейчас к этому готовится. То есть, он сейчас готовится к тому, чтобы у него была такая возможность. Во-первых, возможность пугать и договариваться. И во-вторых, возможность в конце концов очень быстро шарахнуть. На славянный эфир ядерная война не повлияет. Смешно. На славянный эфир ядерная война.